Добрый вечер! В эфире информационно-просветительская передача «Свет миру». 18 июля Церковь вспоминает перенесение мощей преподобного Сергия Игумена Радонежского. Свой престольный праздник в этот день отметил Сергиевский храм села Липовка 2-го Липецкого благочиния. Престольный праздник собрал в этом старинном храме прихожан, паломников и гостей из Липецка, Воронежа, Задонска и соседних сел. Божественную литургию отслужил его настоятель и романах Аристарх. Неудивительно, что сегодня в храм пришли родители с детьми, учащиеся, ведь Сергию Радонежскому молятся о помощи в учебе. В Сергиевском храме есть и ковчег с частицей мощей радонежского чудотворца. Видя в детях недостаток, можно сказать, учения или прилежания, и зная в его жизни, что у него были трудности, и как потом ему помог Бог по его усердию, теперь вот все знают, что он имеет такой дар – помогать детям в учении. Вот я и приехала молиться, в общем-то, о детях и просить Сергию Радонежского и нам помочь. Сегодня такой праздник великий, и поэтому мы приехали сюда, чтобы вместе со всеми верующими прославить преподобного Сергия Радонежского. Во-первых, он помогает в учебе, поэтому я привела своих внуков сегодня. У нас в семье два Сергия – сын мой Сергий и муж. Они на работе, а мы молимся за них. Еще четыре года назад храм в честь преподобного Сергия Радонежского, в котором любил молиться сам Тихон Задонский, находился в запустении. А сегодня стараниями автора-исполнителя песен-притч Светланы Копыловой, отца Аристарха, его не узнать. Светлана говорит, за эти годы он, как и песни, стал для нее главным делом жизни. Когда-то для меня 18 июля было только лишь днем рождения моего папы. Это папа по имени Сергий. Но тогда мы это не соотносили. И только когда я воцерковилась, я поняла, что 18 июля – это день преподобного Сергия Радонежского. И получилось так, что за эти четыре года, пока мы занимаемся восстановлением храма, и мои родители, и мой папа переехал сюда, в Липовку. Праздник преподобного Сергия Радонежского хочется пожелать всем молитвенного устроения души, ибо оно приносит в сердце мир, а это самое главное. Русская земля Да колос хлебный И ручья живой Прозрачный взгляд А в лесу соседнем Выше неба Сосны Корабельные Шумят Совместные труды московской исполнительницы отца Аристарха еще скажутся в будущем. Ведь с каждым годом престольный праздник небольшой сельской церквушки собирает в Липовке все больше молодежи, семей и детей. Словно птицы из далеких краев, они и прилетают в родное село. 17 июля после божественной литургии из Богоявленского храма Усмани вышел крестный ход. 13 год, в день памяти святых царственных страстотерпцев, совершается это шествие. Три года назад Господь нам явил свою милость и чудо. На небе появился большой огненный крест, который сопровождал нас в нашем пути. Мы возрадовались духом, укрепились и поняли, что это угодно Богу, угодно царственным мученикам делать этот крест год в этот день. Во время шествия верующих жители города покидали свои рабочие места, чтобы приложиться к Арсунской иконе Божьей Матери. В 1871-м эта икона прославилась избавлением Усмани от эпидемии холеры. В этот день царственные мученики умолили, и она к нам вернулась, потому что она была волтеряна давно. Икона исчезла на время в 1930-е и была обретена в 2001-м, накануне памяти царственных страстотерпцев. Для православных святой император Николай II остался навсегда тем русским царем, который хранит нашу страну. Просим ее, чтобы он Россию спас от всяких нечистой силы. Из Богоявленского храма шествие отправилось в Успенский храм Усмани. В крестном ходе приняли участие священнослужители со всего усманского благочиния и около 300 человек мирян. Дождь не помешала им пройти 7,5 километров по Усмани. В крестный ход не тяжело идти? Да нет, даже не замечаюсь. Очень легко, очень. Такая благодать необыкновенная. Причастность свою к русскому народу, к истории, к вере. Благодать Божия, наверное, какое-то, не знаю, внутреннее такое состояние, что, ну, нельзя объяснить, я не знаю, как бы это. А вот вы что чувствуете, провождая крестный ход? Ну, какое-то удовлетворение на душе. Мы проходим по этому городу с молитвой, с песнопениями, со своим стремлением и желанием дать каждому человеку встречающимся. Это радость богообщения, радость быть этого соборности, соборной молитвы. Обойдя крестным ходом Усмань, крестоходцы вернулись в Богоявленский храм. Это единственный храм в Липецкой Елецкой епархии, один из пределов которого освящен в честь царственных страстотерпцев. Сейчас он восстанавливается и скоро станет украшением Усмани. 28 июля второй год подряд в Задонске будет проходить межрегиональный фестиваль православной духовной музыки, поэзии и народного творчества «Святые родники». В этом году он посвящен Дню памяти святого равноапостольного князя Владимира. Фестиваль соберет лучших православных авторов, поэтов и коллективы из пяти областей – Липецкой, Курской, Владимирской, Воронежской и Тамбовской. Об этом нам рассказал директор Липецкого областного центра культуры и народного творчества Александр Чуносов. Цели и задачи фестиваля у нас обширные. Во-первых, это пропаганда православной музыки и поэзии, как традиционной, так и современной, потому что у нас много авторов, любителей, самодеятельных исполнителей и поэтов, которые посвящают свое творчество именно духовной тематике. И вот мы решили на этом фестивале дать возможность им предоставить свое творчество широкому зрителю. Как и в прошлом году, фестиваль откроется молебном из святого источника Божьей Матери «Живоносный источник». Затем участники отправятся на городскую площадь, где развернется выставка изделий мастеров народного творчества. А в 15 часов начнется сам концерт. Кроме того, вечером в селах Донское, Хмелинецк, Нелуша и Паниковец участники фестиваля выступят и для сельских жителей. Во второй день выступающие и гости посетят Задонский монастырь. 29 июля будет совершаться память местно чтимого святого нашей епархии преподобно-мученика Федора Никитина. Мы побывали на родине святого в селе Солдатское Тербунского благочиния. Подробности в рубрике «Молитвенники нашего края». Преподобно-мученик Федор родился в переломную эпоху, когда поколебалась не только русская интеллигенция, но и крепкий крестьянский быт. В жизни этого святого были любовь к Богу, испытания, гонения и предательство. А началась история жизни этого святого здесь, в Солдатском. Федор Никитин родился в 1873 году в крестьянской семье. Село Солдатское было крупным, число прихожан Успенского храма достигало около 4000 человек. В этот храм с семьей ходил и Федор. Я думаю, что, конечно, он и был прихожанином Успенского храма. Есть сведения, когда спрашивали преподобного мученика о том, чем он занимался, какой деятельностью, то он говорил, что он проповедовал возле храма. Я думаю, что этот храм как раз и был тем храмом, возле которого проповедовал преподобный мученик. В 34 года Федор Никитин принял имяческий постриг в Задонском Рождество Богородицком мужском монастыре. 9 лет он состоял в числе братья обители. Посещал богослужения, нес послушание, пока монастырь не закрыли. Задонский Рождество Богородицкий мужской монастырь был одним из любимых мест паломничества жителей Солдатского. Годы жизни будущего преподобного мученика, несколько жителей этого села состояли насельниками Задонской обители. О преподобном мученике Федоре никто из старожил села ничего не слышал, не нашлись и фотографии святого. Теперь, когда у 14-го война началась, а он еще до монаха не дошел, был послушником, поняли вы? И послушником у 14-го, это как он рассказал, что у меня это не было, я с 20-го, а как отец рассказывал, поняли вы? Вот, и теперь послушника-то уже взяли туда, а он у 14-го войны откончился, а он не пошел туда, в монастырь-то, а приехал сюда к дяде. 92-летняя Татьяна Мячина рассказала, что ее отец Федор Иванович Мячин был послушником обители, но общался ли ее отец с иноком Федором, она не помнит. Когда маленькие были монахи, никаких не помните? Ох, Господи, дай памяти, уж помнить некому. Закрытие монастыря началась череда испытаний Инока Федора. В 1920-м он возвратился на родину в село Солдатское. Инок Федор жил в доме своего зятя Василия Харитонова. В 1930-м его хозяйство было конфисковано как Кулацкое, и Федор остался без дома. Он ходил по домам и проповедовал Слово Божие. На каком основании раскулачивались жители Солдатского, непонятно. Богатых домов здесь не было с самого основания. Инок Федор, проповедуя в родном селе, называл представителей советской власти лжепророками и призывал людей не предаваться соблазнам нового времени. Его арестовали в 1931-м. В Бога верую крепко до сих пор и готов умереть за Бога и Христа, признавался он на допросе. По состоянию здоровья Федор был освобожден и отправлен в административную ссылку в Западно-Сибирский край. Второй арест преподобного мученика Федора состоялся в ссылке в 1936 году. Его обвинили в участии в контрреволюционной повстанческой организации. Доказать свою невиновность Иноку Федору не удалось. Его оговорил один из арестованных священников. В ссылке Инок Федор работал сторожем храма в селе Колбаны. Там он познакомился с архиепископом Барнаульским Иаковом Москаевым и священнослужителями Барнаульской епархии. Дружба духовенства была опасна для атеизма, распространяемого властью. После долгих допросов один из арестованных священников не выдержал давления и согласился подписать показания, в которых арестованные оказывались активными разрушителями советского режима. Архиепископ Иаков, священники Петр Гаврилов и Иван Мажирин, мирянин Иван Протопопов и инок Федор Никитин были расстреляны 29 июля 1937 года и погребены в безвестной могиле. В 2000 году их прославили как святых новомучников. По молитвам этого святого найдутся люди, которые откликнутся на призыв помощи этому храму. И многие сельчане обретут спокойствие душ, и многие сельчане начнут ходить в храм. Преподобно мучениче Феодоре, моли Бога о нас. Под кровом святые обители Задонские обеты монашеские принес. Феодоре любочестнее, ты и до конца соблил еси. Изгнание, заточение, смерть претерпев. Братью твою, иноков Задонских, поминаю престола Господня. Преподобно мученик Феодор отвечал на допросе. Нам, грешникам, нужно больше молиться Богу, простить у Него прощения. Как сказано в Писании, всякий грешник, но раскаившийся, получит прощение, услышит Господь нашу молитву, простит людей. Он проявил несгибаемую волю исповедать Христа, и за это прославлен в леки святых. 21 июля прославляется образ Царицы Небесной, явленной в ограде Казани в 1579 году. Эта икона неоднократно спасала русские города от стихийных бедствий и нашествия врагов. О других праздниках предстоящей недели вы узнаете из рубрики «Православный календарь». Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве празднуется в понедельник 23 июля. В 1625 году риза Господня была преподнесена патриарху Филарету персидским шахом. Сегодня эта великая христианская святыня находится в храме Христа Спасителя в Москве. Также в этот день церковь славит преподобного Антония Киевопечерского, начальника всех русских монахов. Во вторник 24 июля православная церковь чтит память равноапостольной Ольги, великой княгине российской, получившей имя Елена во святом крещении. Княгине Ольге суждено было начать проповедовать Слово Божье во всех пределах Руси. Она первой из киевских князей приняла святое крещение, предопределив принятие христианства всем древнерусским народом. В среду 25 июля славится образ иконы Божией Матери, именуемой Троиручица. Названа она так в связи с чудесным исцелением преподобного Иоанна Дамаскина. И сегодня перед этим чудотворным образом молятся при болезнях рук, ног, а также при пожаре. Собор Архангела Гавриила мы будем праздновать в четверг, 26 июля. Поводом к установлению этого праздника послужило освящение в XVII веке в Константинополе храма, который был воздвигнут во имя святого архистратига. В рубрике «Тебе поем» вы увидите литературный клип «Июль» на стихи смоленской поэтессы Раисы Ипатовой. Режиссер клипа монахиня Агафона. В кадре Евгения Хридина. Дневная духота душила, и не было в запасе сил, А город пыльный и постылый на грудь громадою давил. Не ливень, хоть дождинку мне бы, Средь пыльных лиц и пыльных трав Хожу в безоблачное небо с надеждой голову задрав. Вдруг в городе мне станет тесно, Я по тропинкам запылю И разговором бессловесным Нисколько лес не удивлю. И ничего я в нем не трону, А лишь на радость и льбеду Разноголосый птичий гомон На свой язык переведу. Я вся в смоле сосновой, А в воздух благодать. К стволу прилипло слово, Ничем не отодрать. В ладонях грею шишки, Смеясь смолу грызу, Словесные излишки оставлены внизу. Здесь странно все и ново, Все кстати и не зря. И запечется слово в кусочке янтаря. Холм согрел на солнце склоны, Зоркий взгляд заметить смог, Земляника не зеленый, А багряный прячет бок. Да и мы, бывает, тоже выставляем на показ Для чего-то то, что может и не главное у нас. Позволил холм построить на вершине Не просто дом, а дом моих друзей. Предписано мне в отпуске отныне Ходи, дыши и главное глазей. Родилась в июле жарком, А июль макушка лето. Вы не стойте за подарком В потной очереди где-то. Как споет ручей в овражке О далеком океане, Подарите мне ромашки, Не в охапке, на поляне. Нет, печалится рано пока мне, Открываются небо и суть, И я глажу шершавые камни, Не стесняясь порыва ничуть. Тут жизнь действительно другая. Сознательно не постигая ее, Бродила среди нив, Слова в поток соединив. Мы рядом с древним городищем Тропу зеленую отыщем. Порой, теряясь между трав, Вдруг повстречаемся с поляной И в запах жаркий и духмяный, Без размышления упав, Обнимем нежно разноцветие. А путь лежал через чащобы, Наверное, специально, Чтобы идущий выбился из сил И связи не обрел с основой Пока водицы родниковой. Хотя б глотка он не вкусил. Речушка, поросшая тиной, Гувшинками, ряской, травой, Была не широкой, не длинной, Но определенно живой. Я брожу среди буйства листвы Там, где вместе Согласно бродилась. Ничего в моем сердце, увы, Кроме радости, освободилось. Да и ты, полагаю, теперь Стал смотреть на события иначе. Я не знала о свойстве потерь Делать души светлей и богаче. Вечно музыка природы И мгновенный превращение Звука синего в зеленый, А зеленого в счастливый. До конца не понимая, Но желая все понять, Я бреду с тобой по краю Под названием благодать. Наша передача подошла к концу. Новости о жизни Липецкой и Елецкой епархии Вы можете узнать на нашем официальном сайте. Ангела вам, Хранителя! Субтитры создавал DimaTorzok